Запад все еще надеется запугать Россию и добиться тупой покорности Политика Санкции 10 октября 8.25 Запад все еще надеется запугать Россию и добиться тупой покорности Испанский министр, назвавший нашу страну врагом Европы, возглавит дипломатию ЕС Светлана Гамзикова Комментарии в просмотров 6535 На фото, Жозеп Борель, фото, АП, ТАСС Материал комментируют Никита Данюк Евросоюз должен сохранять санкции в отношении России, пока ее поведение не изменится С таким заявлением в Страсбурге на слушаниях в Европарламенте выступил будущий глава европейской дипломатии, исполняющий обязанности Министр иностранных дел Испании Жозеп Борель В своей речи 72-летний преемник уходящий со сцены Федерики Магериня обозначил несколько приоритетных направлений внешней политики, которых он намерен придерживаться в случае своего избрания Верховным представителям ЕС по иностранным делам и политике безопасности В их числе, перезагрузка отношений с Соединенными Штатами, поддержка целостности и суверенитета Украины, а также сохранение санкционного давления на Россию При этом Борель ожидает, что ограничительные меры в отношении нашей страны ни при каких обстоятельствах преждевременно не будет сняты И рассчитывает на европейское единство в этом вопросе Надеюсь, что в Совете ЕС будет единство для сохранения санкций Нужно поддерживать санкции против РФ, пока не произойдут изменения в ее поведении, заявил он Но, видимо, сомневаясь все же в отсутствии здесь противоречий у членов Европейского Братства Потенциальный шеф дипломатии ЕС предложил в будущем принимать решения по санкциям А также по вопросам прав человека и миротворческим миссиям Не единогласно, а большинством Читайте также У правительства Медведева рост экономики ушел в натитягивание цифр и обман россиян Страна при нынешней власти долго не придет в нормальное состояние Несмотря на оптимистичные прогнозы мэр Сейчас любое государство из 28, входящих в Евросоюз Может проголосовать против продления санкций И тогда они автоматически прекратят свое действие Борель же за то, чтобы подобные решения принимались Квалифицированным большинством двумя третями или тремя четвертями То есть, фактически он предлагает отменить право вето на принятие важных внешнеполитических решений Которым пусть и формальное, но сейчас обладает каждая из стран Европейского Союза Как это может способствовать единству? Отдельный вопрос И он, скорее, касается Европы Но Бореля, по всей видимости, утвердят до конца месяца в качестве главы МИД Единой Европы А это значит, что внешняя политика ЕС, в том числе и на российском направлении На пятилетнюю перспективу окажется в руках патологического русофоба Считающего нашу страну враждебным государством Достаточно вспомнить его майское интервью испанскому изданию El Periodico, где он впрямую называет Россию старым врагом Европы Чего в таком случае нам ждать от такой дипломатии? Риторика Бори Лянинова Комментирует ситуацию замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Политолог Никита Данюк Мы уже слышали аналогичные высказывания, если не ошибаюсь, от Урсулы фон Дерлиен Новая глава Еврокомиссии РЕТ Которая предлагала создать некий аналог Совбез ЕС В рамках которого самые важные стратегические решения будут приниматься квалифицированным большинством голосов Хотя и сама она, в общем-то, не является главным инициатором проведения подобного рода реформы Потому что об этом до нее много раз говорила сама Ангела Меркель В том числе и по вопросу санкций против России То есть, та же Меркель очень обеспокоена Что внутри ЕС достаточно много стран периодически высказываются за отмену, за пересмотр санкционной политики Причем в их числе и достаточно влиятельные страны Австрия, Италия, Финляндия, Венгрия И далее целый список Поэтому в этих условиях, когда сам Евросоюз испытывает определенный экзистенциальный кризис Кризис идей, европейская интеграция, как мы видим, очень сильно затормозилась На фоне выхода Великобритании из ЕС многие вообще начинают говорить снова о высоздании идеи Европы-наций То есть, Европа-отечеств, где каждая европейская страна не делегирует почти все полномочия, условно, Брюсселю А выстраивает самостоятельно контуры своей внешней и внутренней политики Понятно, очень важно остановить этот процесс Выработать единую позицию по самым главным вопросам, которые европейцев разъединяют А тема Россия является как раз той самой красной чертой Которая теоретически может привести Европу к началу такого процесса разрушения Так что неудивительно, что будущий глава европейской внешней политики пытается провести подобного рода инициативу И сделать этот механизм официальным СП, думаете, у него получится? Не уверен Потому что для того, чтобы это сделать, в общем-то, тоже нужно полное единогласие Нужно, чтобы все 28 государств, в том числе и те, которые выступают против продолжения санкционной политики Проголосовали за эту процедуру Поэтому пока сложно сказать, получится ли инициативу Борреля имплементировать и сделать официальным механизмом Другое дело, что подобного рода риторика, она, действительно, говорит о том Что внутри ЕС уже нет этой, так называемой, европейской солидарности пресловутой На основе которой многие острые углы в ЕС на протяжении десятилетий сглаживались И понятно, что подобного рода волюнтаристское и достаточно противоречивое решение говорит о том Что сам ЕС, условно, та самая брюссельская бюрократия, которая заседает там, очень сильно боится за свое будущее Потому что во многих странах Европы к власти уже приходят новые политические силы правого, левого толка Популисты, консерваторы даже немного радикальные, как, например, альтернатива для Германии Естественно, в такой ситуации необходимо держать бразды правления Европой в сильной руке Чтобы эти противоречия не плодить Чтобы, скажем, Италия либо Венгрия, которые заинтересованы в снятии санкций и восстановлении полноформатного сотрудничества с Россией Имели свой голос Он бы учитывался Но подавляющее большинство было бы против Вот для того, чтобы включить этот механизм, подобного рода инициативы и озвучиваются С.П. Вопрос, как нам строить отношения с Европой, если ее внешнюю политику будет определять такой человек, как Борель? Объективно, Борель, который еще, будучи министром иностранных дел Испании Заявлял, что наша страна — это враг, тоже является членом вот этой старой брюссельской бюрократии Власть делает из приставов мощную силовую структуру для выбивания долгов С обнищавшими россиянами будут бороться радикально В таких обстоятельствах, как мне кажется, весь политический класс нынешней Европы Вся эта старая гвардия, в том числе и Меркель, и Макрон Могут очень сильно себя дискредитировать и стать в результате полными политическими банкротами У меня вообще такое ощущение, что Европа идет ва-банк Она уже не может, как мы видим, рассчитывать на лояльность Соединенных Штатов Но при этом для нее крайне важно сохранять образ врага в лице России для того, чтобы сгладить внутреннее противоречие И снять всевозможные кризисы в социальной сфере, в экономической, а также неудачи во внешней политике, списывая их на Россию На страну, которая якобы пытается разорвать европейское единство, разрушит демократические институты И т. д. Но это не более чем, как мне кажется, агония, наверное, которая говорит о том, что нынешнее политическое руководство Европы не чувствует себя уверенно Оно не чувствует поддержку народа и не чувствует поддержку влиятельных внешних сил В первую очередь, в лице США, которая была раньше Фактически на наших глазах совершается сейчас настоящая кадровая ошибка Которая в перспективе приведет уже к последствиям более серьезным Как во внутренней политике ЕС, так и во внешней Новости России В Кремле прокомментировали стихотворение Шнурова об отдыхе Путина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова